Следующий вопрос. Если человек сделал какой-то вид куфра, например, что ему в этой ситуации нужно сделать пошагово? То есть какой-то человек впал в куфр, стал неверующим в Аллаха и вышел из ислама. Что он должен делать? Мы ответим, что он должен войти в ту же дверь, из которой он вышел. Если его неверие, куфр, было связано с отрицанием обязательности молитвы, то он должен стать убежденным, что намаз является обязательным. Если его куфр связан с противоречием единобожию, то он обязан вернуться к нему, верить только в Аллаха и поклоняться только ему. Если же его куфр связан с отречением от ислама полностью, то он должен заново войти в него, произнеся два свидетельства веры, а также быть убежденным в столпах ислама. То есть та дверь, с которой он вышел из ислама, через нее же он в него и заходит. Если вышел с двери намаза, заходит через дверь намаза. Например, человек отрицает обязательность поста. Мы говорим о таком, что он стал неверующим, поэтому он возвращается в ислам через признание обязательности поста и начинает поститься. Если он вышел с религии, а затем вернулся, то он произносит два свидетельства и заходит обратно в ислам через ту дверь, с которой вышел. И не обязательно ему совершать гусль по более правильному мнению. Если же у него нет гусля, то он совершает его по причине джанабы. Если же он не терял гусль, то его совершение не обязательно в таком случае. Обязательно лишь только зайти через ту дверь, через которую он вышел из ислама. Например, издевки над религией шейх. Если он издевался над религией Аллаха, то мы говорим, что он стал неверующим. Он обязан сделать покаяние, тауба, от этой издевки и войти заново в ислам, произнеся два свидетельства, и принести покаяние Аллаху от этого явного куфра.